Вы старший тренер, есть тренер вратарей, тренер физической подготовки, есть главный тренер. Как распределяются обязанности, за что каждый отвечает, за что получает похвалы, за что критикует главный тренер? Ну, знаете, это нормально, когда в нормальном здоровом коллективе есть и критика, есть похвала. Что касается разделения обязанностей, они четко определены уже давно, поэтому мы совместно определяем направление в работе, затем реализуем его в тренировочном процессе. Естественно, Таня Николаевич, главный тренер, осуществляет общий контроль. Мы же, как его помощники, в большей степени наша работа заключается в работе именно на поле, в тренировочных упражнениях, донесениях до футболистов информации во время тренировки. И, естественно, общий контроль и общую коррекцию проводит Таня Николаевич. Плюс в наши обязанности входит анализ как своих прошедших игр, так и игр будущего соперника. Виталий Николаевич, очень много времени проводит за компьютером. Сколько в тренерском штабе ноутбуков? И как много вы уделяете времени? Ну, знаете, это реалии нынешней жизни в целом. То есть, что уже давно не только футбол, но и вся жизнь уже у нас зависит много от всевозможных гаджетов. Поэтому, естественно, и в нашей работе это неиспоримый помощник. То есть, это и анализ видео, и подготовка конспектов, анализ в целом тренировочной деятельности, беговой работы. И достаточно большой, не могу сказать, сколько времени. То есть, это может быть и 5-6 часов в день, может быть 8. То есть, ну, достаточно много проводим времени за работу. Сезон у нас теперь начинается осенью, заканчивается весной. Но по факту два больших перерыва – летний и зимний. Отличаются ли первые сборы зимой от первых сборов летом, кроме погоды? Ну, естественно, отличаются. Во-первых, в наших реалиях получается, что летний пивод достаточно короче. Ну, как раз в это время происходит в командах основной отток, либо приток футболистов. Потому что заканчиваются контракты после сезонов. Естественно, в летнем межсезонье это дает дополнительные сложности, что нужно как можно быстрее организовать команду, донести требования и стать единым коллективом, что, пожалуй, самое главное. Ну, а то, что касается непосредственно каких-то функциональных, функциональной подготовки, то, естественно, летом пауза небольшая. Футболисты за 10-12 дней не успевают растерять форму, поэтому можно непосредственно переходить к работе в поле. Зимой же отпуск длиннее, есть больше времени поработать, скажем так, и в двухразовом режиме, и поработать над физической подготовкой игроков. Вы один из тренеров, который прошел весь путь от детей до команды мастеров ФНЛ. В чем отличие работы с детьми, с ФНЛ, там, команды мастеров, которые играют на первенстве, крае или третьем дивизионе? Ну, знаете, каждая команда и каждый возраст – это отдельный организм. И, ну, как бы, вообще, когда у нас там сравнивают детский и взрослый футбол, это не совсем корректно, наверное, потому что абсолютно разные задачи даже изначально. То есть у детского тренера эта задача – дать ребенку как можно больше знаний, подготовить его всесторонне. А что касается уже там ПФЛ, ФНЛ, там, пример леди, то, конечно, это уже, прежде всего, работа, заточенная на результат, где часто и, к сожалению, забываются о нюансах. То есть если футболист их недополучил, когда был ребенком, то это потом все выливается в неких ошибках и, соответственно, сказывается на результате.